Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николоха Макфлай. У нас сегодня презентация домов. Собственно, это дома, которые рекомендованы для постройки в сельском местности. Типовые дома. И удивительным образом здесь на площадке выстроены все стадии строительства. Собственно, давайте посмотрим, как выглядят современные типовые сельские дома. В перспективе, наверное, в селе будут жить именно в таких домах. Собственно, друзья, здесь раз, два, три, четыре, пять домов на разных стадиях строительства. Там фундамент, потом каркас, каркас обшитый сверху, каркас обшитый сверху, немножко отделанный внутри и уже готовый полностью с забором, с площадкой. И давайте, наверное, осмотрим все стадии. Итак, стадия номер один – это ленточный фундамент. Вот так он выглядит. Вот таким образом заливается фундамент. И дальше возводится каркас. Пойдемте смотреть каркас. Каркас дома без внешней обшивки. Точно такой же фундамент. Здесь уже сделана входная группа. Скоро приедет губернатор, будет это все осматривать. Мы успеваем осмотреть до него. Вот так вот. Прихожая здесь уже залиты, видите, полы. И все сделано таким вот образом. Есть уже верх. Есть несколько комнат. Вот здесь. Внутри уже тоже чем-то зашито. Чем-чем. Плитой. Вот. И здесь получается утеплитель. Так вот построены все стены. Не знаю, насколько это надежно. Как это надежно. Потому что вот с внешней стороны выглядит таким вот образом. Сейчас идет дождь. Поэтому могут быть помехи со звуком. Вот так вот выглядит каркас дома. Дальше дом обшивается с внешней стороны. Обшивается такими красивыми панельками. Такие вот панели. Толщина панели 8 миллиметров. Дом точно такой же. Специально строен на сегодняшней презентации. Специально на разных стадиях. О, какой красивый потолок. Смотрите. Вот здесь уже уютненько. Получше, чем в прошлом. Есть уже, видите, подготовка к разводке. Электричество подведено. Здесь тоже такой симпатичный потолок. Стоят окна. Общая толщина, получается, стены у нас, ну, сантиметров 15-20. Здесь, кстати, тепло. Не знаю. Надо посмотреть уже в готовом доме, как это выглядит. Сейчас посмотрим. Так, мы перемещаемся на следующий этап строительства. Заходим. Ох. А внутри тут тоже самое получается. Ну, уже поштукатурено. Тоже вот такая вот плита изнутри. Точно такой же дом абсолютно. Точно такой же потолок. Так, пойдемте смотреть готовый. Ну, и получается пятый объект. Уже сделан забор. Уже посажен газончик. Красота. С дорожкой и травиной. Пойдемте смотреть. Там, по идее, подъезд для машины. Наверное, тоже по газону должна въезжать машина. Очень красиво. Красиво. Так, что внутри? Хоп. Ой. Ой, а тут, наверное, надо разуваться, мне кажется. Так. О, на тап-там. На тап-там. Все, я развился. О, друзья, тут совсем другое уже. То же самое. Есть уже отопление. Классная обоя. Ага, как я и говорил. Здесь у нас санузел. Так, а здесь что? Второй санузел? Нет, просто пустая. Возможно, это просто кладовка или гардеробная. Котел в зале. Это странно. Ну, такой вот небольшой домик. Надо спросить у специалиста, какая площадь и все такое. И еще одна комната. Тут запах такой, прям, свежей отделки. Потолки по-прежнему такие же красивые. Добрый день, меня зовут Илья. Я представляю компанию Еврослац. Здесь мы хотим показать вам и презентуем датский дом, который мы назвали Хюгия. Этот дом имеет очень интересный, современный и стильный дизайн. За счет материалов, которые мы подобрали, вы можете увидеть это фиброцементная панель. На крыше мы используем хризотилцементные листы. Это абсолютно экологичный аналог металлочерепицы и профлисту. А учитывая последние скачки цен по металлу, этот материал, я думаю, что в скором времени будет использоваться повсеместно. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Гарантия на два слоя покраски 15 лет от выгорания. Это очень хорошо. Плюс это тихий материал. То есть, когда вы находитесь в доме и идет дождь, он немножко играет как акустический материал. Это тоже очень хорошо для деревянных строений. Структура полностью деревянная из хвойных пород. В основном мы используем елку камерной сушки. Стены и деревянные фермы собираются непосредственно у нас на заводе и приходят готовые на строительную площадку. То есть, это сильно ускоряет сроки строительства. Вот этот дом, который вы сейчас видите, 65 квадратных метров, весь каркас можно поставить буквально за 2-3 дня. Но после того, как будут готовы фундаменты. Здесь фундамент, который мы вынуждены были использовать, уже готовы фундаменты, им 5 лет. Вообще в нашем концепте это использование бетонных свай. Это намного быстрее и намного проще. Буквально 1-2 дня и фундамент готов. Следом можно делать обвязку, ставить стены и ставить фермы. Это фиброцемент. Это экологический материал на основе цемента. Плюс с дополнительным слоем покраски. Но вы видите, здесь разные цветовые решения. То есть, он может быть и однотонным, он может быть и текстурным. Во-первых, эстетика, вид. Посмотрите сами. Вот, допустим, сайдинг. Вот вы видите, да, через дорогу. Это, да, это по-современному. Во-вторых, эксплуатационные характеристики этого материала очень высокий срок эксплуатации, очень большой. В-третьих, это экологичность материала, что тоже крайне важно. Ну, по крайней мере, для нас. Нужно понимать, что это все-таки жилье эконом-класса. Конечно, мы старались... Ну, тепло, кстати. Да, тут тепло. На улице, наверное, плюс 15. Тут очень тепло, причем отопление не работает. Нужно понимать, что это доступное жилье. Мы не хотели делать какой-то премиум-сегмент. Доступное жилье за 40 тысяч рублей за квадратный метр. Все включено. Электрика, сантехника, коммуникация. Только без внешнего подвода. Утепление наружных стен. Это кварц-своевата 150 миллиметров. Внутренние 100. Но это, по большей степени, играет для шумоизоляции. Большую роль, не для утепления. Периметр у нас закрыт. Очень интересный материал мы используем для потолка. В России новые направления. Материал на основе древесной стружки, цемента и стекла. Он абсолютно не горючий. Кстати, я забыл сказать про еще одно преимущество фиброцемента. Внешнего, на улице, он также имеет категорию НГ. То есть он не подлежит воспоминанию. Это не зал, это кухня и столовая. Это совмещенная кухня, зал и того, чтобы семья могла собираться все вместе и ужинать. Вот окошки наоборот, чтобы было больше света. Здесь у нас спальня номер один. Тут, кстати, посмотрите, потолок такой же, но он другого цвета. Есть возможность около 20 различных палитр использовать, когда на потолке. А там у нас получается детская комната. Вот здесь. А, то есть это на небольшую семью? Да, небольшую семью. Трех, четырех. Да, да, все верно. А еще есть интересная черная расцветка. Мы ее использовали в гардеробе. А это гардероб? Да, это гардероб. Тещина помнит. Да, все верно. Можно в гостей сидеть. Под обоями стены обшиваются гипсо-срушенной плитой. Это очень прочный материал, также экологичный, 83% гипсо в составе. И опять же, он не горючий. То есть наш дом, это действительно не горючий, хотя он деревянный. И та же самая елка, которая используется для производства стены ферм, она перед сборкой, она обрабатывается. Мы ее вымачиваем в специальных ваннах. Наверняка есть более дешевые варианты, но соотношение цена-качество все-таки должно быть даже в таком сегменте жилья. Так, я тут переоделся, потому что веду презентацию. Друзья, смотрите, удивительный факт. Каркас ставится всего лишь за 7 дней. И далее от каркаса до итогового варианта проходит месяц-полтора. То есть по большому счету полтора месяца строится вот такой дом. Я выяснил вопрос цены, друзья, сколько стоит построить себе такой дом. Квадратный метр такого дома под ключ без участка стоит 39 900. То есть, ну, грубо говоря, 64 квадратных метра, это 2,5 миллиона. Это готовый дом под ключ вместе с ремонтом, со всеми делами, но без участка и без коммуникации. Конкретно этот дом, вот прямо вот, который мы только что смотрели, с забором, с облагороженной территорией, с подведенными всеми коммуникацией. То есть, грубо говоря, заходи и живи. Ну, единственное, мебель затащить стоит 3,5 миллиона. 3,5 миллиона дом вместе с участком. Вместе с участком 3,5 миллиона 64 квадратных метра. Вот такая вот история, друзья. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Миклуха МакФлайв. Пока-пока. Миклуха МакФлайв.